Цирк зажигает огни Цирк зажигает огни И тут случайно узнаю, что цирковое училище можно То есть я в него попала совершенно случайно Как раз в фильм вышел разные судьбы Вот этот школьный вальс И я сделала это вольное упражнение в училище на ковре Ну и всех покорила, наверное, потому что меня приняли в училище Окончила его с отличием в 62-м году Вот, ну мы выпустили три девочки в эквилибре Ну естественно, кто замуж, то все Женские составы такие недолговечные Вот, потом, значит, сделала воздух, трапецию Воздушной гимнастике работала В сольный номер В сольный номер, да Поработала немножко у Костюка, такой народный артист Уже сейчас он был в першах А потом судьба меня свела вот за Пашным Снеславом Это просто, знаете, как... Просто счастье, потому что это настолько трудолюбивая семья была Творческая Мы репетировали в Манеже с утра до вечера Конный аттракцион был Акробаты вальтежёров на лошадях Это вообще открыли новый жанр даже Когда были в Париже, что назвали их колумбами Советского офицерка Потому что вообще поставить акробатов-вальтежёров На спины бегущих лошадей Это было невероятно Потом запустили спутник Союза Пола И сделали макетов Исполнили эти макеты этих спутников И воспроизвели в воздухе, вкрутки Там догоняли, как вот было в космосе Так было у нас на Манеже Стыковка Стыковка была И когда мы были в Америке на гастрое К нам пришёл Луин Амстронг Который вступил на Луну первую Да-да-да-да Он был вообще в шоке Я никогда в жизни не мог подумать Что языком цирка Можно вот это всё воспроизвести Просто был покорён И вот он нам подарил вот такую медаль Ну, позолоченную Такая вот Там, значит, как раз эти шаги Космонавты на этом в космосе Где написано было Такой маленький шаг человека Такой огромный шаг для человечества Вот А потом, значит, не могли никак успокоиться Сделали аттракцион «Слоны и тигры» Причём многие дрессировщики говорили Что это вообще невозможно такое свести Ну, мы сделали этот аттракцион Причём это было очень красиво Потому что даже он был, значит, не награждён На соискание государственной премии То есть получил государственную премию Вот этот аттракцион То есть это были все уникальные номера Которые, к сожалению Аттракционы, вернее Которые, к сожалению, сейчас уже Их нет Вот И я думаю, никогда не будет Потому что там надо было Титанический труд Просто такой целеустремлённость была И титанический труд, конечно Это не каждому свойственно А мне интересно У вас была какая-то ещё интересная история Любви с Мстиславом Как-то вы встретились красиво В Твери встретились, да Было так Мы приехали как раз в Латинской Америке Там такой был цирк Шапито Стоял на берегу Волги И надо было по лестнице подниматься Вот я так спускалась вниз Сначала появились мои ножки Естественно, после Мексики В красивых туфельках Красивые нюшки Сыгорелые Ну, да Потом появилась И вот и я так бы его увидела Ну и, наверное, это была любовь с первого взгляда Вот Ну, к сожалению, этот город нас свёл И этот город нас и разбил С этого города после 25 лет совместной жизни Мы разъехались А потом через 4 года Мне Бог послал Василия С которым мы вот уже живём 22 года Оказывается, может быть у человека Не одна любовь в жизни Да, может Вот прям 4 года прошло Я была одна А потом вот случайно мы с ним встретились Да, когда я от этих ушла От всех аттракционов Где я работала, да То есть Просто никуда Я сделала иллюзию трансформации И вот мы с Василием работали этот номер А потом Случайно в Сочи попался нам этот медвежонок Он от фотографа забежал И прибился где-то в пилоране Нам позвонили и говорят Вот так и так Мы приехали Посмотрели А он работал Вообще 30 лет в цирке уже работает И начинал как раз с медведями Поэтому у него любовь к медведям Я даже не знаю, кого он больше любит Меня или медведями Шутка, конечно Вот И вот с этой Машей Мы очень долго сидели с ним день и ночь С этой Машей Пока входил к ней в клетку Она чуть ли не бросалась Ну Как говорится по-китайской пословице Терпение и труд И видимо поэтому теперь такие теплые отношения Практически родительские к этой Маше Да, да Долорус, хотел про ту программу С которой вы работаете И в которой сегодня, надеемся и мы Примем участие Расскажите вот эти номера Как создавали? Вася, такой же фантазер у меня Он решил сделать корабль Вот в 20 сантиметров Он вырастает настоящий парусник Там у нас медведи делают тигровую работу Вот ходят Представляете, медведи такой Масса Между якорями Потом ходят по этим по якорям И потом этот корабль поднимается наверх И еще может раскачивать Раскачивать Но это же все технически сложно То есть нужно быть инженером Я думаю Вот у него, у моего Василия Золотые руки и очень умная голова Это он все сам придумал Он даже получил за это патент И вот эти все подсветы Это очень красиво смотрится А что касается мишек, которые взлетают в воздух В прямом смысле Которые в батискафе и на якоре Тем более Сложно ли было этому научить мишку? Ну вы знаете, всего сложно научить Постепенно По китайской пословице Терпение и труд Так ведь мишки даже вообще садиться не очень любят А у нас видите, как хорошо С удовольствием С удовольствием Да, она даже иногда с делой пролетает Надо уходить Она идет, обходит вокруг корабля И опять садится Еще хочет повторять Как дети любят качаться на качелях Да, да, да Я надеюсь, что и нам тоже Вам тоже понравится И может быть, да Проверим на Кате Попробуем Ее не сгонишь с этого якоря Что, пойдемте пробовать уже? Давайте Пойдемте Давайте Ну что ж, мы готовы на себе попробовать То, что испытывают настоящие медведи Девушек вперед Медведица Катя Пожалуйста, Катя Хорошо Вот сюда присаживайтесь Вот туда ставьте Мы возьмем с собой камеру Для того, чтобы наши зрители Тоже убедились Что все это выполнимо И очень интересно Тихо Здорово, здесь страшнее А одной рукой держать камеру GoPro Еще, мне кажется, веселее Да Вот так вот чувствуют себя настоящие мишки Вот так вот у нас чувствуют себя мишки Смеются весело Да, а потом еще дают лакомство Да Здесь после этого аттракционы дают конфетки, да? А нам дадут конфетки Отлично Ну так вот, друзья, на себе мы пробуем аттракцион В котором участвуют медведи Нормально? Здорово Вообще здорово Ребята, вы тоже заслужили медвежий пяткур Да что вы говорите? Спасибо Я буду оранжевый, как наша программа «Утренний фрэш» Ничего себе жизнь у медведей, а? Сизюмом Не жизнь, а сладкая жизнь Дольче Вита Следующий аттракцион нам не терпится на себе испытать что-то новое Пожалуйста Аппарат называется «Батюшка» А я смотрю, ложка здесь с сгущенкой Мед в медведь дотягивается? Извините, как раз на уровне его рта Настоящая вареная сгущенка, правда, пахнет Честно, я с удовольствием съем после упражнения Катя, заходишь? Да Закрывайте Более того, я даже знаю уже, как с этим обращаться Поехали Он сказал, поехали Поехали, да? Да Чувствуй себя Гагариным О-о-о, вот это уже серьезнее номер Для тех, у кого нормально все с вестибулярным аппаратом Белка и Стрелка Наши замечательные ярославские испытатели на себе Разнообразных цирковых трюков Сегодня испытывают батискап, который погружается в небо Я думаю, что Екатерина справится с этим точно Как девочка на шаре Обычно же есть такое выражение Девочка на шаре Девочка, давай руки вращу На шаре Уже хорошо Так Я знаю Да, пускай Надо идти вперед, да? И мишки это делают Делают Так, сейчас пойдем обратно Да согнула Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих Это вообще ничего не может. Ну, смотри. Так, поехали. А я мишка, я мишка, я на шарике катаю. Ну, я, по крайней мере, не так. Ну, да, давай, правильнее. Молодец. Бах! Молодец. Спасибо вам. Это на самом деле здорово. Это был проект «Цирк зажигает огни», в котором мы рассказали про заслуженную артистку России Долорес Запашную. Ну, а мы, Сергей Муканов и Екатерина Иванилова, отправляемся дальше на поиски самых интересных историй жизни цирковых артистов. Вперед! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова